Мы рады приветствовать всех, кто присоединяется к утреннему эфиру телеканала Freedom. Валерий Клименко и Олег Борисов. В этой студии мы уже готовы начинать выпуск с оперативных новостей. Российские оккупанты этой ночью запустили 10 групп шахедов в сторону Украины. Их сбивали над территорией Полтавской, Черкасской, Венецкой, Николаевской и Сумской областей. Также работало ПВО на подступах к столице. Все дроны, которыми российская армия пыталась атаковать Киев, были уничтожены. Обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. Ход войны напрямую зависит от качества логистики и выполнения обещаний союзниками Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. Глава украинского государства также анонсировал проведение саммита Крымской платформы. Услышим. Бажаю здоровья, сановленные украинцы и украинки. Провел ставку. Кілька ключевых вопросов. Защит энергетики от российских ударов. Защит наших позиций на фронте. Подробно разобрали поставки в войска артиллерии, включая наши Богданы, и обеспечение наших бригад техникой. Относительно энергетики есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен совершенно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мер. Ответственность за это исключительно персональная, и за строительство защиты, и за работу ПВО. Детально работаем и по комплектации наших боевых бригад и бригад резерва. Отдельно сегодня был доклад министра обороны Украины Умерова по результатам Рамштайна и его переговоров с партнерами. Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в снабжении и выполнении всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны. Был сегодня и подробный сугубо военный доклад главкома Сырского. Прежде всего о донецких направлениях. Благодарю все наши подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Не менее важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское. Именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности. Отдельно главком доложил по обороне в Харьковской области и по нашим активным действиям на территории России в Курской области. Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где соседей. И еще одно. Сегодня провел несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября. Команда «Первая леди» готовит наш специальный дипломатический формат. Саммит «Первых леди» и «Джентльменов», который тоже состоится на этой неделе. И готовим новые переговоры с партнерами ради большей силы для Украины, больших возможностей для нашего общества и ради приближения справедливого мира. Помним ключевую цель. Мир для Украины, всей Украины, всех наших людей. Спасибо каждому и каждой в мире, кто помогает. Слава Украине! Слава Украине! Общие потери российской армии на войне против Украины составили почти 628 тысяч человек. Из них 1380 были ликвидированы силами обороны за минувшие сутки. Также украинские военные уничтожили 50 артиллерийских систем, 19 бронемашин и один танк. Кроме того, им удалось сжечь более 70 единиц автомобильной и специальной военной техники противника, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Нидерланды разрешили ВСУ наносить удары своим оружием по военным объектам на территории России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он подчеркнул, разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине. Также Брекельманс призвал другие западные страны снять ограничения на использование оружия, которое они поставляют Украине. Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. Это же касается и вражеских ракет. Они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией. Международное право не ограничивается расстоянием. А право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы. Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов. У Украины есть собственные средства для атак на дальнее расстояние, отметил глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя призыв Киева снять ограничения на использование западного дальнобойного оружия по целям на территории России. Украина начала производить собственное высокоточное вооружение, но его пока недостаточно. Киев готов совместно с партнерами наращивать производство оружия и боеприпасов, заявил президент Украины на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Какое дальнобойное оружие создает украинский оборонно-промышленный комплекс в нашем материале? Украина настаивает на снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, предоставленного союзниками для поражения целей на территории страны-агрессора. По словам президента Зеленского, это решение зависит не от коалиции всех государств-партнеров, а только от четырех стран, которые уже предоставляют ВСУ вооружение дальнего радиуса действия. США, Великобритания, Франция, Германия – только эти четыре страны предоставляют или способны предоставить оружие дальнего действия, которое может помочь нам вытеснить Российскую Федерацию с территории Украины или спасти жизни мирных жителей во всех городах – Полтава, Львов, Харьков, Киев, Днепро, Кривой Рог. Мы теряем людей ежедневно. И наша способность решить эти проблемы зависит от этих четырех стран. В Вашингтоне дать добро на удары западными ракетами по территории России пока не готовы. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российская армия уже отодвинула свои объекты от зоны досягаемости систем Атакамс или ракет Шторм Шэдоу. Кроме того, по словам главы Пентагона, у Украины уже есть вооружение, сопоставимое с дальностью западных ракет. Мы все время говорили, что нет ни одной возможности, которая сама по себе могла бы иметь решающее значение в этой кампании. Знаете, у нас была дискуссия о танках, у нас была дискуссия о других возможностях. И каждый раз мы отмечаем, что это не просто что-то одно, это комбинация возможностей и то, как вы интегрируете эти возможности для достижения целей. Украина испытала свою первую баллистическую ракету. Об этом Владимир Зеленский сообщил 27 августа на пресс-конференции. А несколькими днями ранее, в День независимости Украины, президент заявил об успешном применении украинской ракеты-дрона «Поляныця». Дальность ее полета 600 километров. Кроме того, Украина модернизирует ракеты «Нептун». У нас уже было 5 или 6 достаточно удачных пусков «Нептунов», уже не как противокорабельных ракет, а уже в версии крылатой ракеты, которые поражали объекты на расстоянии там от 600 и 700 километров. И думаю, что до 1000 километров его, ну где-то близко к этому дистанции, его доработают. Украина развивает свою ракетную программу, но пока основными средствами поражения целей на территории России остаются беспилотники. Беспилотные системы уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 километров. Военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Фейсбук. Удары на такие расстояния способны нанести ущерб российской армии на стратегическом уровне. Мы можем говорить о заводах, мы можем говорить о конструкторских бюро, мы можем говорить о ремонтных базах, которые поставляют ту же технику, например, вооружение на поле боя. Если это все будет не доезжать до линии фронта, если все это будет подвергаться уничтожению или повреждению на территории Российской Федерации. О готовности инвестировать в производство украинского дальнобойного оружия заявили в Литве. На сайте Министерства обороны страны говорится, что Вильнюс собирается принять участие в финансировании производства дронов поляныцей и ракетных систем. Андрей Дмитренко для телеканала «Фрида». Россию атаковали ударные беспилотники. Взрывы прогремели в семи областях страны, в том числе и московской. В Раменском дроны попали в две жилые многоэтажки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в одном из домов вспыхнул пожар на уровне 11-12 этажей. Погибла 46-летняя женщина. Также российские СМИ сообщают, что взрывы были слышны возле российских аэродромов «Шайковка» в Калужской области и Халина в Курской. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыли и объявили план «Ковер» из-за атаки дронов. На фронте произошло 147 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ. Самая сложная ситуация на Кураховском направлении, где войска России совершили 46 атак. А также на Покровском. Там украинские военные отразили 33 штурма. Кроме того, силы обороны отбили 13 попыток наступления на Лиманском участке фронта, 11 на Северском и еще по 9 на Купинском и Приднестровском и Времевском.